Мы очень рады, друзья, вас видеть здесь, на этом общении. Мы пришли к вам с пасхальной программой. Вот эти дни наша страна отмечает такой прекрасный праздник, праздник светлого воскресения Иисуса Христа. Я уже слышал, вы тоже друг другу говорите «Христос воскрес!», отвечаете «Воистину воскрес!». Думаю, что верующие люди... Мы сейчас хотим предложить вам такое пасхальное произведение. Оно будет говорить о смерти Иисуса Христа и Его воскресении. Было же около шестого часа дня, И сделалась тьма по всей земле до часа девятого, И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал «Очи, в руки твои придаю дух мой!» И сие сказав, испустил дух. Жизнь каплям оставляла тело, Цепкой хваткой сердце сжала смерть, Боль переступила все пределы, Где взять сил огонь и обстерпеть. Каждый вздох труднее все дается, Гаснет взгляд падала пеленой. Не смогло светить на это солнце, Тьма сгустилась на голговский холл. Он сказал, разбойнику слабея, Будешь ныне ты со мной в раю. Я хочу еще один текст прочитать из этой святой книги Библии. Иисус предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Иисус был предан за грехи наши, так все просто написано. Предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Мне самый любимый праздник – это воскресение Иисуса Христа. Рождество – это прекрасно там, да, Троица, Вознесение. Их много праздников христианских. Но почему-то, это мое личное такое мнение, самый лучший праздник – это воскресение Иисуса Христа. И когда я говорю «Христос воскрес», я понимаю, Он воскрес для моего оправдания. Вы знаете, какое счастье быть оправданным? Жалко, что вы на скамье подсудимых это не испытали. Если бы вы испытали, то вы не были бы среди осужденных. Но вы среди осужденных, мы среди вольных. Но это в глазах закона, нашего закона, нашей Российской Федерации, Республики, страны. А есть же еще Бог, у Которого свои законы. Будет другой суд. Человекам однажды положено умереть, а потом суд. Жизнь человеческая 70, при большей крепости 80 – все. И мы больше не переживем. Однажды положено умереть все. Это закон, а потом суд. И вот как на этом суде будет? Или я потом буду в числе осужденных или оправданных? И тут мы прочитали такое слово «Он воскрес для нашего оправдания». Вот представьте, например, я совершил какое-нибудь преступление, сел на скамеечку подсудимых, прокурорту, судья, все. Может, адвоката нанял. Я убил кого-то. Может, я не хотел, так получилось. Но это все, эта статья неосознанно. И представляете, ребята, в зал суда входит человек, которого я убил. Что со мной будет? Ну, это простые милитарные истины. Скажут, а что мы его осуждаем? Меня зовут Венимин, например. Что мы его судим? Ну, как? Ну, неумышленное убийство. Так вот этот человек, которого он убил, он сидит живой. Точно, что ли? Конечно, точно. Вы знаете, то, что он будет живой в зале суда, того, кого я убил, это с меня снимает состав преступления. Все. Я оправданный. Кто произошел с Иисусом Христом? Мы его своими руками беззаконными пригвоздили его ко древу. Это я грешник. И ты грешник. Ты, наверное, не обидишься на меня. Не убей, не прелюбодействуй, не кради. И почитает Сая Мать. Мы нарушили эту заповедь. Мы сделали с преступниками. Нас надо судить. Мы все убийцы. Убийцы Сына Божьего. Иисуса Христа. И представьте, вот мы сидим во скамье под судимым. И в зал суда заходит тот, которого мы убили. Это Иисус Христов. Мы его убили, а Бог воскресил его, чтобы с нас снять состав преступления. Вот поэтому для меня этот праздник, он самый прекрасный, всякий свет. И я в это поверил. И если вы были внимательны, мы прочитали с вами. И так оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Иисуса Христа. Я просто поверил в это, понимаете. Я просто по-детски поверил, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, чтобы меня, преступника сделать оправданным. И написано, верующий на суд не приходит, но перешел в смертью Христа. Такой прекрасный праздник воскресения. Христос воскрес из мертвых, смертью и смерть попрал. Иисущему гробах всем жизнь даровал. Иисус Христа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok